Добрый день, друзья садоводы! Это наша третья лекция из цикла, которая называется «Железов сам себя цитирует». Есть люди, которые плохо видят, и из которых плохо слышат. Вот, еще многие работают теперь с помощью телефонов. А на телефоне разглядеть часто бывает совсем плохо. Подготовил свежую статью. Она наиболее раскрывает то, что я хочу сказать, и что касается миллионов человек. Значит так, буду сам себя цитировать и сам себя еще и комментировать. Важнейший момент для миллионов садоводов. Итак, грунтовые воды. Решение проблемы вымокания корней в фруктовых садах. Раскрываю практически полностью. Новый участок. На старых там уже ничего не поделаешь. Как-то приспособились. А новый участок, он вообще, мы слепые котята. Начало работы. Первое. Копка колодца. По возможности до уровня грунтовых вод. Максимум для использования воды для быта и полива. Но первая задача. Где грунтовые воды? Я нашел подходящую, очень простую, понятную схему. Назовем так, это почва в разрезе. Вы видите, сейчас долго прорабатывать не будем. Наша задача, вот эта самая верхняя. Видите, синяя пятнышка под номером пять. Вот. Значит, получается так. Здесь сторонки будут расти, доходить до... Ну, то есть, вот, где бы сказать, вот, где вот эта единичка колодец, да? Вот. И рядом с ним сади, сади, и все будет нормально, корни не вымокнут. Вот, мало того, деревья еще напьются. Эти самые. Подрастут и насчет пить из этого источника. Вот. А не повезет, тогда вот тут где цифра пять. И прощай, Вася, то есть выбыкание корней. Естественно, мы не можем. Где-то есть вот где цифра пять, все это сплошняком. На многие, может быть, метры, на многие километры. Это все-таки символическая схема, сам принцип. Итак, читаем дальше. Глубже двух-трех метров должны копать только профи. Я знаю, знаком лично со случаем с Иногорской, когда отец и сын копали колодец, и рухнули стенки, и сын оказался погребен и погиб на даче. Поэтому предупреждаю, пусть это нечасто бывает, но и копаем нечасто. Будем копать чаще, будем погибать чаще. Только профи. Так, теперь еще один более подробный снимок, очень удачный. Вот она, верховодка, трепет метров. Но это еще по-божески. Так. Это по-божески. Идем дальше. И еще мое наблюдение, чем ниже, тем гуще. Суп-набор я называю. Это значит не просто вода, а это раствор, насыщенный солями и минералами. Чем глубже, тем... Знаете, именно почему деревья, которые имеют стержевый корень, а мы это будем проходить, именно такие деревья, имея длинный, длинный корень, выживают там, где деревья с короткими корнями, замерзают. Почему? Догадывайтесь. Они берут более насыщенные солями и минералами. Раствор, и значит, он не замерзает морозом. И считаю сам себя. Именно верховодка, вот она, вот она, видите. Напоит дерево, если она не слишком близка к поверхности, как на схеме выше и ниже. Вот. Не слишком близка. Теперь смотрим сюда. Очень удачный снимок. Вот кто-то рыл котлован. И теперь мы видим, что где-то... Ну, тут, наверное, метра два. Но вдали вы видите деревья. Это фотография, я понимаю. Вот. А там, возможно, они чуть выше. Там уже, может быть, метра три. И уже дикоросы уже растут. Это ещё, назовём это одним пределом. Если там до воды 100 метров, это другой предел. А уже здесь можно с некоторыми оговорками садить довольно рослое деревья. А если ещё схитрить, там, помните, мои холмы, то поднять ещё на полметра, и тогда получается идиллия. Сад почти готов. Второе. В ряде случаев вы с огорчением увидите такую картину. Ниже. Первая. Терпимая для деревьев с небольшими корнями. Вот эта картина. Вот вода, вот дерево, так, вот. И у неё небольшие корни, она в этих пределах может существовать. Дальше развиваться она не может, если речь идёт о конкретном дереве. А если говорить о видах деревьев, то я должен напомнить вам, что когда-то, это Железовские рассуждения, они нигде не прочитаны, когда-то начало разделение первых деревьев, попавших на землю. Попавших на землю. Я не оговорился. Путь эволюции, а попавших. Подробнее пока не буду. Они, их семена рассеивались на юг, на север, на запад, на сток. Где-то было теплее, там приживались. Но мокрее. Это одно. Там, где холодно. И, допустим, там другое. Там, где сушь, там третье. Понятно, где сушь, там корни искали большую глубину. То есть искали влагу. А если влага оказалась слишком близко, они просто погибали. И второй вариант. Не погибая, приспосабливались, расходились корни в ширь. Я вам покажу. И от корней появлялись отростки. И эти отростки, мы их называем корневой отводки. Вот. И они становились новыми деревьями. Продолжением дерева, как отдельный организм. И, естественно, менялось их. В морфологии, естественно, менялось их. Генетика. И, в конце концов, разделились. Яблони не боятся сырости и близких вод, как здесь. А зато груши боятся сырости. Им подавай. Вместо посуши и так далее. И, соответственно, изменились плоды. Яблоки стали яблоками, а груши стали грушами. Еще ниже вторая глинистая. Смотрите. Выкопали вы колодец. Хреново, да? Вот. Еще хреновый. Почему? Глина. Видите? Глина. Вот. Она не просто глина. Она еще и насыщается влагой. Поэтому здесь еще труднее вырасти абрикосы. Еще ниже третья, недопустимая. Торп, самая губчатая почва и близкая вода. Смотрите, как противно. Хороший я снимок подобрал. Попробуйте что-нибудь вырастить. Вот так вот. А кустарники можно, но мы сейчас не о кустарниках. Но караул. Дом или дача уже куплены. Включаем мозги и учимся у природы и у скромного железа. Ниже на фото выживание дикоросов в самых гиблых местах с помощью самодельных холмов. Видели практически без комментариев. Деревья холмы делают сами. В природе деревья, которые не создали, не успели, собственно, холм погибают. Вот вам пример. Это я фотографировал грибную охоту. Этому дереву ловить нечего. Панацея в плодовом саду. Это искусственный холм. Способ посадки на холмы по методу железного. Фото ниже. Вот такое фото мне прислали друзья, которые мне сказали, делайте гряды, если у вас много костик. Не холм, а гряды. Довольно высокий, согласитесь. Одновременно решается проблема исключения выпривания корневых шеек у абрикосов. Вот это вот ровное место фактически. Правда, слегка было замульчировано. Мульча поливалось, все это сгнило. Это у груш. Нет, не так. Это у абрикосов. Это у груш. Это два самых слабых на выпривание вида деревьев. Фото от последователя австралийца Хольцера. Мне прислали такой снимок, человек просто поработал с помощью эскаватора, сделал пруд, сделал наклон, посадил. Вот они мои абрикосы. Но тут это было много лет назад. Но как слог, так человек и сделал. Так, по-моему, это даже южный склон. Фото из архива Железова. Это культурный абрикос королевский на подвоем и журском абрикосе. Сейчас ему исполнилось уже 32 года. Результат долголетия. Видите, что такое это? Ну, тут до воды 6-8 метров. Как раз, чтобы он вырос с 3-4 года. Я тогда поливал, сейчас вообще не поливаю практически. Вот, а потом он уже сам может, корень длинный, он может напиться. Корни будем изучать. Позади и, увы, узаконенная наукой смертельная практика. Посадка в так называемые явки для полива. Вот. Так что, узаконенная наука и смертельная практика. Вот, получается, что... Вот, плохо получается. Я не стал эти фотографии размещать. Вы это все видели. Ниже посажено холм в 86-м году. Манжурский абрикос. Имя собственное. И знаменитое. Патриарх. А фото ведь от 2014 года. А он все плодоносит. Вот. Это рекордсмен, по-моему, по всей России. Растет почему-то у меня в Сибири. А не ученых. Следующий фактор. Размер корней у самых популярных плодовых растений. В принципе, все виды из них по типу корней, классификации железового делятся на А. Стержневые корни. Яблонь. Абрикосов. Яблонь. Слив. Персиковый груш. Их мы исключаем из рассмотрения прямого предназначения. Почему? Глядите сами. Значит, мы ведь о близких грунтовых водах. Стержевый корень абрикосов. Манжурский. Вот. У меня такое впечатление, что его еще многие не видели. Стержевый корень ранетки. Любуйтесь. Представляете, что мне стоило выкопать это? А? Заработал пол-литра коньяку. Только что-то никто не присылает. Хотя видели, это фотография уже тысяча людей. На фото ниже. Стержевый корень груши уссурийской. Вот он. Посмотрите-ка, насколько он длиннее штамба. Вот это их и спасает. На фото ниже. Стержевый корень персика хасанский. Я и тут не оплошал. На фото ниже. Стержевый корень слива китайская. Вот он. Видите? Отдельная тема. Межвидовые прививки на растения. Не я с компактными корнями рассмотрим в другой раз. А то, что я называю распространенными, но смертельно извращенными советами в конце статьи. Так. А. Мы посмотрели. Б. Корневые отводки яблонь, слив и вишен. Фото ниже. Отводки ягодной яблонь и сибирки. Вот так же заражен лес. Но это не от семян. Они все до одной. Ста и сто. Это корневые отводки. Я вам покажу. Выкопанные в тайге сибирки. По методике железа. За столом привается из путя короткое сибирское лето. Развивает поверхностные корни. Центральный снежневой корень. Обычный у сеянцевой сибирки. Ну, сибирь коронетка это по одной тоже считайте. Я только сейчас показывал. Видите? Вот видите, что ему делать там, где близко крутого вода. А ничего. А мы от него берем корневой отводок. Так. То, что я назову. И теперь так. Рассмотрим мы в другой раз. Это то межвидовое. Ну, там абрикос на сливу, которая корни ниже. Вот. Значит, персик на вишню. Ну, и так далее. Это все другой совсем тема. Вот. А то, что распространено на смертельное извращение, мы сегодня успеем захватить. Итак. Еще раз. Корневые отводки ягодной. Так. Центральный стержневый корень. Обычный усеянца в сибирь керонетке. Физиология у отводков корней природы не предусмотрена. То есть, если то, что я показываю, длиннючий корень, а если она даст отводки и не помрет, из отводки вылезет вот это. Но это уже второй год. Первый год, вот, то, что я в лесу показывал, густо-густо выкопали. И весной, и смотрите, что я пишу. Вот. Фото из архива. Старая гвардия. Валерий Железов с саженцем, привитым на Сибирку. Справка. При корневой отводке сибирок, лучшая подвое и для низкорослых колонн. Ниже мировой рекорд Железова. Вот он. Это мировой рекорд для колонн. И для высокорослых жигулевских, при вращивании по агротехнике Железова. И после работы по их биологической совместимости. Вот другая крайность. Это тоже подвой Сибирка. Но, все-таки, дает не... То есть, если бы эссенция, был бы еще в два раза огромней. Но вот это предельное дерево, предельная высота, с которым не касается секатор. Вот. Ниже корневой отводок китайской сливы. Центральный корень тоже физиологии не предусмотрен. Вот. Ниже корневой отводок к вишне степной. Центральный корень физиологии не предусмотрен. Видите? Зато урожай до 8 ведер предусмотрен. Вот так вот. Это не привито. Ниже корневой отводок к вишне сибирской штамбовой. Но именно отводок не имеет центрального корня. Внимание. А что вырастает? Пожалуйста. Пожалуйста, бриться, как принято. Говорит. Относительно небольшой корни волосих вишен. Да, это их предельная высота. Ну и корни, соответственно. Вот. Извращение. Или для чего козе-баян? Прежде чем про извращение, еще пару слов. Смотрите. Да. Показывал мощные корни у стержневых. Как боровые установки абрикоса и у груши. Что делать? Прививать, например, абрикос на сливу. На терн. На алучу. Там надо не просто привить. Вот, допустим, привил, не все пойдут. Потом надо закрепить. Но это, опять же, другая тема. Вот. И получается как? Если мы имеем то, что... Вот то, что я вверху показал. Пальцы загибаю. Мы на них, вырастив это, можем добавить с помощью прививок. Межвидовые прививки. Персик. Абрикос. Черешню. И получается я уже 7 пальцев или 8 загубил. Все, сад будет готов. Вот с такими вот не извращениями, а с такими вот хитростями. Теперь извращение. Для чего козе-баян? Негуманная обрезка центрального корня у абрикоса. Помогает, но ненадолго. Вырастет новый. То есть, вот это вот. Просто мой пример, почему. Я же специально не резал, но извините. Лопаты раз, выкапываешь. Центрального корня, чик, и нету. Я использовал фотографию показать. Посадили. Ну все, теперь он далеко не полезет. Корни вывыкать не будут. Черта два. Один из этих корней развернется. Из бокового станет центральным. И спустя, если дерево нормально проживется, не помрет, не будет болеть, центральный корень у него отрастет сам и снова полезет туда, где ему не положено. То есть, мы можем дождаться урожая, нескольких, трех, двух, трех урожая. А потом мирная смерть. Ну, назовем ее смерть, отложенная с опозданием. Ненадолго останавливает развитие центрального корня усеянца, абрикоса, так называемые дренажи. Помните, что это такое? Берем дно, выкапываем ямку, там уже вода на дне хлюпает, тогда вы берете. Я как-то десять пальцев, я до сих пор их запомнить не могу, что на дренаже нас используется. Ой, какая-то. Вот память. То одно забывает, то другое вспомню. То херонзит вспомню, то это самые куски металла, это не я, это, по-моему, Боже. Вот. И все-все, что только в голову сбредет. Битый кирпич, речной песок, галька. Все, я молчу. А то говорят, помните, как в том фильме, в комедии, не дружись с Васькой, а то он тебя плохого научит. Но природу не обманешь. Итак, вот это я выкопал, под ней была груда кирпича. Но это у меня было не специально, а просто места не было. А кирпич уже там лет двадцать был под землей. Плюнул на кирпич сверху. Посадил, результат вы видите. Вот. То есть, природу не обманешь. Еще ниже фото так называемых карликовых или клоновых подвоев на искусственных корнях самых мелких. Это последний писк моды в науке. Но проклинаемый мой в нормальной почве с неблизкими крутыми водами. И все же, это последний шанс для тех, кто не предусмотрел это в данной теме. То есть, что будут близкие воды. Но если бы халтурщики умели бы выращивать качественные, хвастать нечем. Вот они, дебильная саженца из посылок и магазина. Любуйтесь. У меня, знаете, десятки фотографий. Просто ваше время и нервы экономлю. Вот такие корни. И тогда палку отгнешь, обрастает искусственными корнями. О центральном речи нет. Значит, в принципе, лучше их не иметь, если у вас далеко грунтовая вода. Но это в принципе. Вот, это день. А вот. И, наконец, ну уж совсем близкие к грунтовой воде. Ну уже, ну только качественных можно вырастить самому. Вот. Ну, качественные мне пока не удавалось встречать нигде. Продажи. Ниже одно из величайших заблуждений в садоводстве. Дренажирование. И вот. Якобы полное отсекание корней от грунтовых вод на примере одного из самозванных учителей, погубившего свой сад, но научив до этого тысячи наивных новичков. И такое бывает. Итак, до грунтовой воды, по его словам, 700 сантиметров. В реале он делает смертельную ловушку, делая гниющий колодец, забыв, что дождь так капает сверху. Вы знаете, он так наивно вот это всё положил. Это, 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 всё туда. Это. Какой-то дурак научил когда-то ничем не повинного дяде Ваню, наивного, делать тупую, трудозатратную и смертельную для растения работу. Правильно? Какой дурак. Сотни материалов и сми. Вот ещё. Теперь железо несколько килограмм. Ещё железо. В общем, я тут уже это самое, остановился на этом. У меня ещё два десятка стимков с этого фильма. Это называется уже не нахрена Казя Баян, а называется «Доставь дурака молиться». Я не про него, я про тех, кто его научил. А он просто наивный человек. Он спасает яблопосадочную от грунтовых вод. А дождь сверху. И теперь получается наоборот. Ловушка. Здесь будет сажен сажен. Слону у него сгниёт. Но он не знает почему. Потому что дождь падает сверху, а теперь наоборот. Дренаж прекратил. Он же старался. Столько слоёв. Дренаж прекратил у него эту самую. Аэрацию, как бы сказать. Аэрация не совсем подходящее слово. Но как бы. Она наоборот должна насквозь проходить. Прошёл дождь. Раз. И. В прошлое время всё сухо. И то, спасибо, хоть эти полметра есть. Снизу подступила вода, допустим, если на половоде. Она, конечно, с боков зайдёт сюда. С боков. Он этого не знает. Он же не в бочку садит. У неё проницаемые стенки. С боков. А потом, когда вода уйдёт, везде, а у него тут останется. Тут она будет уйти с запозданием. То есть, это настоящий гнилой колодец. А он так старался. Ставьте лайки. Вот. А железо, так скотина, ты-ты-ты-ты-ты. Ну, в таком, не совсем скотина железо. Ну, столько грязи вылил. Ой. Ну, теперь-то вы понимаете, что такое это. Извините, но пропускаю одну важнейшую тему, сопряжённую с темой близких грунтовых вод. Вот. И вы знаете об этом. начало лозоходство. Это прежде всего был поиск воды в пустыне, в засушенных местах. А фактически, вот вспомните те самые линзы, как там было названо, те синие эти, пятнышки на схеме. Вот. И получается, лозоходство существует, современное понятие биолокация. Так. И она сопряжена с темой близких грунтовых вод. Читаем. Это так называемые геопатогенные зоны ГПЗ. Тема обстоятельна, обширна, таинственна. И что самое страшное, что признаётся наукой, как уже наука. Отсюда проблемы массовой гибели деревьев в садах и ещё людей в авариях, на дорогах и в собственных постелях. Миллионов людей. Я уж не говорю про десятки миллионов больных людей. Вы часто живёте в геопатогенной зоне, так называемой гибломести. Кровать, рабочий стол, вот, кресло перед телевизором. И всё. Вы ещё живы, но вы уже по врачам ходите, занимаете очередь. и никто не знает, что с этим так просто бороться. Две рамки. И научиться может, по моей статистике, каждый десятый. То есть, несколько миллионов этих самых. Человек может спокойненько научиться этим заниматься, я имею в виду, доходить геопатогенные зоны, переставлять мебель, не садить там деревья и так далее, и так далее. Вот, видите, ГПЗ. Я не могу сейчас открывать, и вы открывать не сможете с экрана, но находите меня, находите мой сайт, мою гостевую книгу, обращайтесь ко мне напрямую, я вам это вышлю. И вы тогда и рамки научитесь делать, и работать научитесь, вот, и дети перестанут болеть, вдруг как в сказке. Вдруг как в сказке скрипнула дверь. Эх, дверь науки никогда не скрипнет. А вот свет в окошке для технически развитых садоводов. Ниже материал моего друга, инженера и садовода Сергея Маршалко из Москвы. Вот это вы уже без меня прочтете. здесь, правда, мелкий шрифт, ну-ка, смогу я его сейчас увеличить для вас. Сейчас, 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 сейчас. Я тут, я просто перекопировал, торопился. Вот, ага. сейчас посмотрим, получше или нет. Главное, вот самый крупный шрифт. Нет, не получается. Это, наверное, потому, что она так перекопирована, так была сделана. Ладно, с компьютера все прекрасно видно. Еще маленькая хитрость, хитрая хитрость. Вот так сделаю. Может, кто-то из хорошего телефона увидит. и так, понижение грунтовых вод. Потом, второй раз включите и не спеша прочтете. Еще раз говорю, это для продвинутых людей. Вот. Ну, сейчас чуть уменьшим, это у меня глаза разъезжаются. И, наконец, окно в Европу и Сибири. Железов Сергей продолжил славу лучшего питомника в России зимующего на Сорвенском морозе. Специально подчеркиваю. К счастью, до подземных вод 6-7 метров. Оптимально. Я сейчас со второго года уже не поливаю. А когда-то там с третьего, с пятого поливал. Когда-то и 10 лет поливал. Но это было давно. Я потом понял влияние подземных вод. Пьют и не требуют от нас ничего. От дождя до дождя и вместе с лесосыхи прекрасно переносили все мои деревья. Те, которые наоборот страшно поливать груши и абрикосы страдают от избыточного полива. Итак, современный питомник Железов. Раннее начало. Все хитрые. За одну хитрость и все. Осталось две минуты до отключения этого. Под бутылками месяц идет за два. Дальше это. Вот и сад зацвел. Настоящий сад. На фото продолжатель семейной традиции не халтурить традиции и не рисовать фрукты на сайте. Сергей Валерий Железов. Лучший питомник в мире. Потому что если то, что привозят за границу эту дрянь, то раньше я говорил, лучший питомник в Хакасии, потом лучший питомник в Сибири, по мере того, как я узнавал и узнавал. Потом лучший питомник в России, теперь видя миллионы этой дряни, что за границу привозят. Та дрянь у них прекрасно живет в Италиях, а у нас, извините, вот. Вот это самое у него в виде саженцев. Татьяна Александровна Железова, жена за работой в питомнике. Привет, Танечка. Вот. Это ты меня попросила статью сделать, а я сделал, фильм перевел. После консультации с Железовым можно найти выход, заказывая саженцы не слепую, а для конкретной местности. Вот так вот. То есть одна посылка идет на юг, вторая на север, третья на восток, четвертая на запад. Они все подряд. Вот мои данные. И все. Все. Сейчас через 20 секунд остановится сам. Сам, сам, сам. Так, сейчас он сам отключится. До свидания, друзья. Это третья серия, а будет еще и четвертая, и четвернадцатая, и тридцать четвертая. Вот. Я не успокоюсь, пока жив, буду управлять мозги, чтобы вот эти наивные люди сами не уничтожали деревья, других не учили. тридцать четвертая. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!